Привет, кубисты! Не так давно я ездил в Казань на крупнейший в нашей стране ролевой фестиваль Зеландкон 2017. Конечно же, я снимал видео о своей поездке. Но здесь у нас канал прежде всего о настольных играх, поэтому в рамках данного видео я расскажу вам о том, как прошел день игры. Это такое укрупненное мероприятие, посвященное именно настольным играм в рамках Зеландкона. Также в качестве отдельных видео на два в кубе выйдет большой рассказ о настольных играх древнего мира и еще один сюрприз Зеландкона, который наверняка привлечет внимание всех любителей одного очень популярного фэнтезийного сериала. Ланисеры подтверждаем должны. Видео же о самой поездке, моем пребывании на Зеландконе и Казани выходят в формате влога на моем втором канале, на который я также призываю подписаться всех, кому это интересно. А прямо здесь и сейчас все самое интересное, связанное именно с настольными играми на Зеландконе 2017. Ну что ж, вот мы и в Казани. Спортивный комплекс триумфов. Здесь у нас, как видно, есть артистическое фехтование, здесь у нас есть танцы, ну и, конечно же, настольные игры, ради которых я, в общем-то, сюда в первую очередь и приехал. А вот здесь встреча! Угадайте, с кем? Интересно, кто этот человек вообще и зачем он сюда приехал? Непонятно. Рядом со мной сейчас Александр Миронов, известный, возможно, вам как Рэбл, организатор дня игры на Зеландконе со своей Академией Игр. Саша, привет! Да, все так. Здравствуй, Леша. Очень рад тебя видеть на Зеланде, на нашей площадке. Зеланд — это главный российский фестиваль ролевого сообщества. Вообще, таких фестивалей есть некоторое количество, но вот Зеланд так случилось, является самым большим. И каждый год в Казани собираются здесь ролевики с абсолютно разных регионов, съезжаются со всей России. Мы здесь делаем площадку настольных игр. В рамках площадки делается еще День игры, это такое укрупненное мероприятие, на котором у нас есть игротека, у нас есть турниры, мы проводим семинары, посвященные настольным играм, о их применении, их типологии и так далее. То есть всему, что связано так немножко как бы с наукой, скажем. Понятно, что это не первая и не сотая копия игры, созданная людьми. Наша площадка, она работает не только на Зеланде, она у нас качующая, она ездит с одного фестиваля на другой. И эта площадка появилась, я боюсь сейчас соврать, но более 10 лет уже назад. Катаемся, учим играм, знакомим с какими-то новинками. Сборный кубик, то есть он продается, это пластик, да, и он собирается вот примерно в такого же размера, такой вот Д6. То есть это не кубик, это ежик. Ну да. Брось ежика. У меня есть идея, завтра буду подробнее рассказывать, у меня есть идея, когда у тебя кубик, это персонаж, и на кубике не цифры, а символы, его способности. Крузо. И в зависимости от его развития, ты меняешь ему стороны, значит, ставишь новые, с новыми способностями. Первый раз мы поехали с моим другом, договорившись с нынешними правильными играми, тогда я была дизайнерская группа столица, привезли сюда их коллекционно-карточную игру «Война». Первый эффект был, люди подходили и спрашивали, что это. Так что в каком-то смысле мы здесь учили людей настольным играм, популяризировали их, до сих пор этим занимаемся. Но на сегодняшний момент у нашей площадки достаточно большая аудитория, люди приезжают не только на мероприятия Зиланта, но в том числе и потому, что здесь проходит площадка настольных игр. Зона настольных игр, где сегодня проходит игротека. Игротека, игротека, игротека от Академии игр. Я повернулся так, чтобы вам все это было лучше видно. Игротека, в которой можно было поиграть. И можно будет еще обязательно в следующем году, и не только поиграть в разнообразные настольные игры, увидеть какие-то интересные проекты. Здесь были представлены разнообразные настольные игры древности и даже новенькие проекты. Но мое внимание больше всего привлек, пожалуй, Wargame по моей горячо любимой вселенной XCOM. Меня зовут Сергей, старок Старжил Алексеев, я из Москвы. Собственно, XCOM это мой проект, которым я и ребята занимаемся уже порядка трех лет. Изначально это был мод на Warhammer. С тех пор от Warhammer почти ничего не осталось. Это совершенно новая отдельная система со своими правилами. Мы, в принципе, воссоздаем компьютерную игру во всем ее великолепии. То есть это возможность побегать на столе оперативниками XCOM как в PvP режиме друг против друга, так и в режиме компании. То есть мы вводим долгие сезонные компании, где каждый персонаж это отдельная личность. Он качается, он приобретает новые способности, он может погибнуть. И, соответственно, против них играет гейммастер, в данном случае обычный это я. На данный момент уже идет четвертый по счету сезон. Сейчас мы играем в PvP-компанию, где за чужих играют игроки. В основном это тактическое, то есть это то, что происходит на столе. Но по стратегической части тоже есть группа ВКонтакте. Они производят строительство, исследования, они выбирают, куда пойти. В первых сезонах еще были воздушные бои, но мы решили пока от этого отказаться, потому что там, ну, это не очень удобно и довольно геморройно. Что касается самой игры, она, в принципе, похожа на механику игры компьютерной. То есть персонаж, у него есть два действия, плюс дополнительные действия, которые появляются за какие-то классы. Они выполняются в любом порядке, но любое враждебное действие завершает твой ход. Точнее, ход персонажа этого. Есть система укрытий, есть система понижения характеристик за плохую видимость, за наличие у цели защиты какой-то. Есть множество состояний, как и в компьютерной игре. То есть можно там встать на овервотч, закрыть голову руками, пройти два раза вместо того, чтобы пострелять, например. Используем кубики. Кубики все D6 с кучей модификаторов. Там есть базовая характеристика персонажа, есть расстояние, на которое он стреляет, есть укрытие цели, ну, плюс там всякие дополнительные способности. В целом больше 20 кубиков, наверное, в принципе, нигде в игре не появляется, но в основном это где-то 5-10. Игра комфортно играется на 6 персонажей со стороны XCOM, ну, и либо мастера, либо примерно столько же персонажей со стороны чужих. Пока мы просто развиваем, оттачиваем правила, делаем, чтобы все было красиво и клево, вот. А в будущем, возможно, мы будем пытаться соваться с этим уже к Xeraxis. Наверное, мы еще не готовы, но мы уже где-то около. То есть у нас есть рабочий костяк системы, мы по нему отыграли уже множество тестов. У нас есть почти полный модельный ряд. Все модельки, да, делает замечательный скульптор, зовут его Илья Смирабдалов. Он очень классно лепит и прям воссоздает все вот там мутоны, фейслесы, змеи, адвентовские войска, то есть все, что было вот. Но сейчас мы по второму XCOM'у как бы основные элементы делаем. Здесь сыграла моя личная любовь ко второй части XCOM'а. Вот мне очень нравится концепция, мне очень нравится, как она ложится на настольную игру. Вот, и вот поэтому мы по ней основной как бы модельный ряд и делаем. Чтобы поучаствовать, соответственно, можно написать либо мне ВКонтакте, либо выйти на нашу группу. Игру мы назвали XCOM Counter Intervention Force, вкратце Конвент. Можно на нее выйти, написать либо мне, либо кому-то из ребят-модераторов, и мы уже расскажем, покажем, как в это все дело войти. Вот проводим мы сейчас все это в Москве на базе клуба Черная Гвардия. В принципе, если вы, допустим, вот сейчас смотрите это видео, и вам это интересно, но вы находите где-то в регионах, да, вполне обсуждаем вариант, что вы со мной спишетесь, я вам покажу, как это водить. Вот, а может, мы с вами договоримся, как-то я вам какие-то миниатюры пришлю, там, и справим, помогу и так далее. И мы можем это все присоединить. Спасибо всем. С вами был Старок. Очень рад вас всех видеть, и надеюсь, что вам было интересно. А вот здесь, за этим самым микрофончиком с этой самой колоночкой, буду сидеть я, вот прям так сяду и буду что-то разговаривать. Сам Зиланд богат на свои события, и здесь есть очень большое количество различных блоков. Это и фехтование, причем фехтование как историческое на железе, так и арт-фех, когда фехтуют как бы постановочные бои. Стрельба из лука есть турниры, лучные турниры, конкурсы костюмов, мастер-классы по танцам, литературные семинары, литературные конкурсы, музыкальные, концерты. В общем, здесь любой, на мой взгляд, на ролевом фестивале любой может найти для себя что-то интересное. На Зиланде в рамках площадки у нас проходит не только игротека и не только турниры. Смотрите, у нас в финале турниры по эволюции. Взрослые мужики и Сонечка. Мы здесь собираемся и общаемся в том числе про игры с точки зрения как они развиваются, где их можно применять, как их разрабатывать. Проводятся как мастер-классы, так и семинары, круглые столы. Мы говорим о древних играх, которые... Потому что люди играли в игры, в общем-то, всю свою историю. И это все очень интересно. И, ну, на мой взгляд, игры — это не только развлечение. Это действительно очень интересное дело, в котором можно проявлять себя абсолютно с разной стороны. Ну, и мы вас всех ждем, как и на Зиланд в следующем году, как на крупнейший ролевой фестиваль, так и на другие ролевые фестивали, кому может быть ближе — Юркон, Комкон, Блинком и так далее. А детей мы ждем на наш детский ролевой фестиваль в Москве — Диткон 4-6 января. Ну, и играйте. Всегда играйте. Играйте сами, играйте с нами. Играйте всегда. Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус.